Всем привет! Меня зовут Елена. Предлагаю сегодня сделать простой, но чудесный цветочек космея. Яркие, милые цветы дополняют легким очарованием альбомы, открытки, коробочки или просто подарят настроение в малых интерьерных композициях. Начну цветочек с серединки. Понадобится секундный клей, зубочистки, ножницы и полосочка фоамирана с размерами, указанными на экране. Для удобства прикладываю полосочку плотной акварельной бумаги и нарезаю мелкую бахрому. Полоска бумаги помогает сделать нарезку ровной и не дает нечаянно разрезать полоску. При этом скорость работы увеличивается в разы. Обрезаю лишнее по краю, очень близко к бахроме, так не будет лишнего утолщения основы тычинок. Склеиваю бахрому рулончиком. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь ножницами обрезаю верхушку в виде небольшого купола и прикладываю к разогретому утюгу. При этом бахрома истончается и получается пышная серединка. У Космии серединка не чисто желтая, поэтому край немного тонирую контрастным цветом. Для этого я использую штемпельные подушечки, но подойдет и пастель, как сухая, так и масляная. Обрезаю низ рулончика, выравнивая его, иногда это необходимо. Можно заготовить такие серединки заранее, ведь они могут подойти для разных других цветов. Для Космии подойдут 4-х лепестковые шаблоны цветов. Я буду использовать нож из набора тюльпаны от Fantasy. Чтобы приблизиться к оригиналу цветочка, нужно их немножко доработать. Беру сразу две заготовки, складываю их пополам и фигурными ножницами делаю такой рваный край. Мой зигзак крупноват, поэтому я обрезаю край второй раз с небольшим смещением. Лепестки у Космии узкие, вот и я. Обрезаю края, немного сужая их к центру. У Космии много сортов, поэтому сегодня поэкспериментирую и выведу пару гибридных сортов. Одну пару белых цветочков опускаю в воду. Для второй пары беру акваспрей и кисточкой крашу сухие заготовки с двух сторон. При окрашивании по сухой бумаге цвет получается насыщенным и ярким. Если делать сразу много цветов, то проще, конечно, окунать заготовки в емкость с краской. Продолжение следует... Продолжение следует... Убираю салфеткой излишки влаги. Тиснить этот яркий сорт я буду стеком Кошачья лапка. Провожу ей со средним нажимом. Прожилки на лепестках получаются быстро, просто и очень подходят для Космии. Продолжение следует... Собираю на клей ПВА. Собираю на клей ПВА. Лепестки располагаю крест-накрест и прижимаю булькой в центре. Перехожу к следующему цветочку. Беру неокрашенные заготовки и тисню обычным дотсом. Просто провожу по лепестку часто. Тиснение на белом почти не видно. Откладываю, чтобы они подсохли. Беру приготовленные тычинки. Тычинки приклеиваю тоже на клей ПВА. Чтобы они приклеились, надо очень хорошо их просушить. Раскрываю лепестки и первая Космия распустилась в руках. Если ваши заготовки полностью сухие, то можно вклеить тычинки и полимерным, и секундным клеем. Сорт просто чудо! Следующий сорт тоже будет особенным. Штемпельной краской ярко тонирую края лепестков. А потом немножко легкими движениями выделяю прожилки. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот нежный и одновременно яркий сорт прекрасной космеи. В простоте цветочка, красота и очарование. Посмотрите, целый букет ярких красавиц. Настоящая цветочная конфетти. Список используемых материалов и инструментов Вы найдете в описании к видео. Подписывайтесь на канал. Будем творить вместе. До новых встреч!